Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я хочу вам рассказать об одной очень секретной фишке, такая секретный секрет среди бодибилдинга, которым знают чуть-чуть больше, наверное, чем у нас на Западе, уже полным ходом пользуются. Это довольно новое бодибилдинге, хотя исследования уже были проведены на эту тему, но это совершенно такая свежая фишка, которую можно использовать. С помощью этого можно повысить количество своих мышц, возможно, в три раза, нуля на 200%, что подтверждалось лабораторными исследованиями и были достигнуты хорошие результаты на подопытных животных, о чем я расскажу чуть-чуть дальше. Если ты уже давно ищешь какой-то секретный способ, как нарастить мышечную массу, не используя стероиды, а только разрешенные вещества, которые не запрещены даже допинг-контролями, то ты в нужном месте оказался и в нужном время. Посмотри это видео, и, в принципе, ты можешь воспользоваться этим. Я тебе расскажу о двух способах, как эту фишку использовать в своих тренировках, в своем рационе и как сдвинуться с места, как улучшить условия, в которых ты начнешь расти и увеличить свою мышечную массу. Это реально работающий способ. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео, ну а мы продолжаем. Фолистатин – это белок, который использует твое тело для контроля метаболизма и для контроля количества мышечной массы в организме. Также этот белок повышает фертильность, как и у мужчин, так и у женщин. То есть он контролирует на то, насколько у вас хорошо все в половой сфере. Фертильность – это имеется в виду именно это. Это означает, что фолистатин влияет на твое сексуальное здоровье и не имеет значения, мужчина ты или женщина. Ты когда-нибудь видел, как выглядит бельгийский голубой бык? Нет? Ну я тебе сейчас покажу в этом видео ее картинки. Это просто огромное создание, у которого мышцы просто колышутся. И как ты думаешь, почему он такой накачанный? Возможно, его пичкают стероидами какими-то или как? Почему же он такой большой? А все дело в том, что у него наследственно идет генетическая мутация у этого быка. И у него очень снижено практически до нуля количество другого белка миостатина. Миостатин – это антипод, скажем так. Это антагонист фолистатина. То есть чем больше у тебя в организме фолистатина, тем меньше у тебя миостатина. Так вот, у этих быков миостатина очень мало. А этот белок блокирует рост твоих мышечной массы в организме. То есть чем его меньше, тем больше у тебя мышц. Именно поэтому у этого быка такая накачка, у него такие огромные мышцы, у него очень мало миостатина. Так вот, если ты хочешь, чтобы ты стал больше, чтобы твоих мышц стало больше, ты должен найти способ, как уменьшить количество миостатина в твоем теле. Это реально. Есть два способа, как это сделать. Ты должен повысить количество фолистатина, как я уже сказал. Фолистатин ты можешь использовать, например, в виде препарата. И колоть себе в виде инъекций. Конечно, ты можешь подумать, что если, о боже, инъекции, мне придется колоть себе задницу, какой-то там белок. Это просто белок. Если ты называешь это химией, то ты должен называть и химией тогда прием протеина. Потому что протеин это тоже белок. Если ты пьешь протеиновые коктейли, тогда ты тоже химик. Поэтому это не стероиды. Это совсем другая история. Это фолистатин, это препарат, который может сблокировать тебе выработку миостатина, тем самым увеличивая количество мышц в организме, возможно, даже на 200%. Причем, помимо того, что у тебя будет увеличиваться количество мышц в организме, у тебя еще будет снижаться количество жира в организме. Было доказано и проведены исследования на мышах, которые показали, что у мышей даже на диете, при которой они должны были набирать жир, то есть диета создана для набора массы, они все равно худели. То есть они набирали мышечную массу и сжигали жир одновременно. И все это позволяло делать этот белок фолистатин, который им кололи искусственно. То есть происходит то, что происходит у ребят, которые на стероидах. Натурально это добиться практически нереально, чтобы ты одновременно питался очень много, чтобы ты сжигал жир и чтобы ты еще наращивал мышечную массу. Натурально это или невозможно, или чрезвычайно сложно. И только избранные могут так делать. Большинство просто жирнеет и никаких мышц у них не появляется. Если появляются, то они скрыты по слоям жира. Но с помощью этого препарата, фолистатина, получается добиваться этих результатов. То есть ты еще и сжигаешь жир и становишься более накаченным. Блин, а не об этом ли мы все мечтаем с вами, друзья? Поэтому если ты хочешь попробовать это на себе, я тебе расскажу сейчас два способа конкретных, как это сделать. Первый способ, как ты уже понял, да, это инъекция фолистатина. То есть ты можешь его колоть себе, например, люди колят себе витамины, да, например. То есть они же не химики после этого, они просто колят себе витамины. Поэтому я нормально вообще отношусь к тому, что, допустим, если кто-то человек захочет попробовать этот способ на себе. Я у себя на канале не рассказываю о способах, как на стероидах накачаться. Я об этом практически ничего не знаю, потому что я тренируюсь только натурально, и все мои прогрессы, которые я добился, это все натурально. Более того, это даже без спортпита. Поэтому все равно я смотрю очень нормально и позитивно на ребят, которые на стероидах. Это их дело, это их решение. Но этот способ, который я вам даю, не имеет к стероидам никакого отношения. Это абсолютно нормальный способ. Это абсолютно, не знаю, называть это биохакингом. Это просто очередной биохакинг, который я даю вам у себя на канале. Используйте фолистатин. Если у вас есть на то деньги, если вы можете себе позволить эти ампулы с фолистатином, они стоят недешево. Они могут стоить где-то на уровне 100 долларов примерно капсула для инъекции. Там довольно мало ее. То есть вам примерно на месяц может схватить... То есть это минимум 100 долларов в месяц. По-моему, примерно такие цены, которые я нашел. Итак, какое же количество рекомендовано? Примерно 100-300 микрограмм фолистатина. Это не официальные источники, не официальные рекомендации. Это примерно рекомендации, которые уже практикой показали, да, допустим, на Западе. То такие дозы реально помогают за 10-20 дней курса увеличить количество мышечной массы и сжечь жир. Это может быть и 100 микрограмм, и 300. То есть в этом диапазоне нужно подбирать, и в этом видео я вам не смогу сказать точно, конкретно, да, цифры, которые вам нужно применять. Это нужно пробовать на себе. Ну, будет нормальная идея начать сотни, допустим, микрограмм, да, и делать такие ежедневные инъекции, и посмотреть на прогресс, который будет происходить. Итак, курс 10-20 дней с такими дозами 100-300 микрограмм фолистатина должны реально увеличить у вас количество мышц в организме. И после того, как вы увидите результат, вы можете сделать перерыв, там, в любом случае у вас должна быть какая-то периодизация, вы же не будете мышцы все время наращивать. Сделайте себе отдых, например, там, 3 недели, там, не знаю, месяц. И можете попробовать повторить этот курс еще раз. Смотрите, это все очень новая, очень свежая информация, она не этого года, потому что если бы это было только сейчас, информация, которая не проверена учеными абсолютно, я бы вам не давал ее себе на канале. Поэтому относительно новая информация, она, допустим, в 2014 году были проведены исследования, то есть уже тогда применялся фолистатин. Это довольно новое все, довольно свежее, и в области ученых это считается прям очень новое и свежее, потому что несколько лет это разговор ни о чем. Поэтому это очень, скажем так, мало еще изучено. Но то, что показывает сейчас исследование, по всей видимости, это довольно безопасно. Смотрите, мне не совсем нравятся исследования, которые проводятся на мышах, потому что, да, это они дают очень полезную информацию, но мне больше нравится информация, которую ученые получают, когда проводят исследования на приматах, то есть на обезьянах, да, обезьяны на нас похожи на 98%. И вот, друзья, если на обезьянах уже все окей, если на них работает это, то очень высока вероятность, что на нас будет работать почти так же само. Потому что генетически на нас они очень похожи, обезьяны. А вот мыши, ну, ребята, я думаю, понимаете, что мыши на нас слабо похожи. И вот после вскрытия, да, просто замерили уже физическим путем, замерили количество мышц в организме у обезьян, которым были сделаны инъекции человеческого фолистатина. То есть им кололи человеческий фолистатин, и они смогли спрогрессировать. Ихни мышцы выросли. Понятно, что обезьяна, она же не качалась в тражажерном зале, она не приседала со штангой, поэтому там нет такого большого мышечного роста, да, но мышечный рост был десятки процентов. То есть это могут быть 20-30% по отношению с теми обезьянами, которым не кололи фолистатин. Поэтому, ребята, это не какой-то там просто кто-то там, да, кто-то вам на углу сказал, что вот на фолистатин давай себе колит, ты вырастешь, станешь большим. Друзья, это проверенная информация, как и вся, что я даю себе на канале. Я смотрел кучу исследований. Вы знаете, я оставлю под этим видео вам ссылки на эти источники. Я решил некоторые источники, которые вы можете, да, допустим, вас могут заинтересовать, давать их под своими видосами. То есть вы можете сами заходить и смотреть на эти ссылки, на эти исследования, если у вас нормально с английским. Потому что, вы знаете, в процессе перевода, даже автоматическое, допустим, в браузере, не всегда правильно переводится английского языка на русский. Поэтому нужно все-таки понимать язык. Потому что вы можете совсем неправильно понять из-за автоматического какого-то перевода в браузер. Поэтому знания английского все-таки нужны. Все статьи, которые я нахожу, это на английском языке. И информация проверена. Знакомьтесь под видео, если вам это интересно. Теперь, друзья, помимо фолистатина, еще можно делать инъекции эпикотехина. И это тоже действенно, это тоже помогло наращивать мышечную массу. Но есть натуральный способ, как можно все это повысить и повлиять на улучшение мышечного роста в организме, на уменьшение количества миостатина в организме, которые мешают расти вашим мышцам. То есть он мешает, он блокирует мышечный рост до каких-то размеров, которые, допустим, вот как у бельгийского быка, большие мышцы растут. Он выглядит неестественно по отношению к другим быкам, которые вокруг него. Так же самое и ты начнешь выделяться на фоне других людей, которые не такие накачанные, как ты, будут, потому что ты используешь, допустим, или натуральный способ блокировки миостатина, или тот, который с инъекциями. Конечно, с помощью инъекции можно сделать реально заметный, видимый результат. Но с помощью натуральных, о которых я расскажу вам сейчас, это будет не так заметно. Но это будет еще один маленький шаг на пути к вашему прогрессу, с помощью которого вы можете натуральным, естественным путем, с помощью питания, диеты влиять на него и становиться больше. То есть это еще одна из частей вашего успеха, так как успех складывается из многих составляющих, которые вы должны знать. Это питание, это режим, это тренировки, сколько нужно спать, как тренироваться, как отдыхать. То есть это много факторов. Вот один из факторов еще будет то, что вы, допустим, научитесь снижать количество миостатина в своем организме. Итак, как это делать? Нужно повысить количество эпикотехина в организме. Эпикотехин – это антиоксидант, который повышает количество фолистатина в вашем организме, тем самым он снижает количество миостатина в организме и повышает склонность вашего организма к мышечному росту и сжиганию жира, также повышая вашу фертильность. Итак, где же содержатся эти эпикотехины? Они содержатся, и очень много содержатся их в зеленом чае. Да, в обычном зеленом чае, друзья. Одна-три чашки в день зеленого чая будет отличная идея. С помощью этого вы сможете лучше и быстрее расти. Также этих веществ много в какао. В обычном какао – это, в принципе, рекордсмен, наверное, из продуктов по содержанию эпикотехинов, и я вам предлагаю использовать какао просто каждый день. Пейте одну-две чашки, может, три чашки в день какао. Старайтесь, допустим, какой-то день вы больше пьете какао, какой-то день вы больше пьете зеленого чая, потому что имейте в виду, что в зеленом чае довольно много кофеина. Если вы еще пьете кофе много, то это может быть слишком много кофеина в вашем организме. Поэтому чередуйте. То зеленый чай, то какао. Если же, допустим, вы это не пьете, но это в них самое большее количество этих антиоксидантов, вы можете добавить еще такие ягоды, как ежевику или малину. Да, в этих ягодах очень много этих антиоксидантов, и они будут повышать количество фолистетина. Доказано, что очень хорошо еще повышает количество фолистетина в организме периодическое голодание. Да, опять всплывает периодическое голодание, опять оно нам приносит пользу. То есть имеется в виду короткие голодания, не длительное голодание. Об этом у меня, ребята, на канале есть целое видео, я снял на эту тему голодания. Там все очень непросто, прям совсем непросто. Очень много противопоказаний, но тема сейчас не об этом. Я рекомендую вам, в двух словах, рекомендую короткие голодания. То есть до суток вообще. Может даже половина суток, 10-12 часов. Попробуйте такие голодания. Например, полдня вы ничего не едите, или две трети дня вы ничего не едите. Вот такие короткие голодания, такие посты, скажем так назвать их. Также вы сможете повысить количество фолистетина, если вы будете использовать в своем рационе темный шоколад. Шоколад. Обычный черный шоколад способен повышать количество фолистетина в организме. Но имеется в виду шоколад, который, например, процент какао выше 60%, а лучше близко к 90%. Я вам рекомендую горький шоколад, который, ну, не сладкий, на вкус, он горький, да, то есть он такой довольно терпкий вкус, и это примерно когда 90% какао в шоколаде, вот такой шоколад считается наиболее полезным. Попробуйте добавить его в свой рацион немного, но, допустим, там ежедневно понемногу или через день ешьте еще иногда такой шоколад. Друзья, понемногу будем закругляться. Смотрите, еще нужно сказать важную информацию, да, о некоторых побочных эффектах и информация, которая важна для понимания. Смотрите, базовая такая физиология сейчас вот меня. Мышцы в организме есть разные, да, и мы в основном интересуемся скелетными мышцами, то есть мышцы, которые на вашем скелете, это те как раз, которые вам и нужны, то есть ваши бицепсы, трицепсы, это все скелетные мышцы, да, есть, например, сердечная мышца еще, да, вы понимаете, что это тоже мышцы. То есть есть в организме мышцы, на которые нежелательно было бы воздействовать, например, да, даже с помощью естественного такого пути, как повышение фолистетина в организме. Но исследования показали, и это важный нюанс, который вы должны понимать, так как я стараюсь давать вам очень грамотную и хорошую информацию, да, в своих видосах. Повышение фолистетина не влияет на другие мышцы в организме, только на скелетные мышцы. Это удалось доказать научным путем в лабораториях на маках, на шимпанзе. Фолистетин оказывает непосредственное влияние на фолликулогинез у женщин. То есть у женщин могут быть определенные осложнения, если они захотят, допустим, использовать своих тренировок фолистетин, да. То есть это не очень хорошая идея будет, допустим, использовать инъекции, возможно, или маленькие дозы, или вообще не использовать для женщин. Но это повышает фертильность, но в то же время вызывает количество, повышает риски возникновения поликистоза яичников, например, у женщин. То есть есть такие побочные эффекты, и о них вы тоже должны знать. Также, друзья, обычные тренировки с тяжестями, особенно силовые тренировки, просто когда вы тренируетесь в тренажерном зале, тоже способны повышать количество фолистетина. И это тоже естественный путь, о котором, возможно, вы не слышали, да. То есть еще таким образом вы тоже сами тренировки способствуют тому, что вы лучше постепенно становитесь более отзывчивыми к мышечному росту. Просто тренировки постепенно меняют ваш организм, и постепенно вам становится легче расти. Организм более склонен к мышечному росту. И так же самое на гормональном фоне это все улучшается. Вот, я, друзья, надеюсь, что действительно это была для вас бомбезная информация. Возможно, вы никогда об этом не слышали, да. Она довольно новая, она довольно свежая информация. Подумайте, решать вам, использовать или не использовать, по-моему, неплохой вариант. Что лично для меня, я не планирую, по крайней мере, пока его использовать. Ну, просто это немножко расходится с моими целями в тренажерном зале, так как мне просто интересно тренироваться и добиваться результатов с помощью разных программ, пробовать на себе, экспериментировать. Я просто живу этим, это часть моей жизни, поэтому особо цели у меня наращивать просто мышечную массу ради мышечной массы у меня такой цели нет. Поэтому я не планирую. У меня нет собственного опыта в применении этого препарата фолиостатина. Я вам не могу сказать свой собственный какой-то опыт, да. Поэтому вы, если хотите, изучайте этот вопрос дальше, пробуйте на себе. Я на этом все, закругляюсь и увидимся в новом видео. Пока.